Чёрная вдова. Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Глава 23. Быть рядом. Рядом с кофейней Хён Сана, с её скромными полупацанскими подворотнями, подобные автомобили представительского класса останавливаются нечасто. Поэтому, когда это случается во второй раз, Хён Сан уже интересно. Потом он узнаёт в посетителе того самого хмыря, который навещал Сак-Джина, и становится уже не так интересно, и даже немного злит. Но посетитель в этот раз явился по Хён Сан в душу, и Хён Сану интересно опять. Кофе, предлагает он из вежливости, хмыри ему не нравится. Слишком красивый, слишком прилизанный, слишком богатый. Да, наверное. К тому же Хён Сан уже заранее себе всего напридумывал. Ещё в прошлый раз. Заранее взревновал и теперь молча глотает невысказанные желчные замечания. Потому что всё ещё интересно, чего он притащился. Не придумывай себе там ничего, охлаждает его пыл хмырь и морщится, разглядывая кофе в кружке. Видимо, в его инструктированном золотом мире такой нищебродский кофе не пьют. Хотя вообще-то Хён Сан своим кофе гордится. Я пришёл с деловым предложением, и твой Сакджин меня не интересует. В том плане, в каком интересует тебя. А в каком? Хён Сан уже почти не злится. Успокоился относительно главного вопроса, а остальное можно пережить, наверное. Поэтому ему ещё интереснее. Посетитель достаёт из кармана небольшой футляр. Такой, в котором дарят бессовестно дорогие сувенирные перьевые ручки начальству. Только в футляре не ручка, а крошечное чёрное пластиковое зёрнышко и еле заметный проводок от него. И это... Хён Сан верит в непонятный гаджет в руках. — Датчик, — просто отвечает посетитель, — слежением. Ты пристегнёшь его к кошельку Сакджина, а Сакджин приведёт меня к Хосоку, — кивает Хён Сан. И вспыхивает сразу всей поверхностью шеи. — А почему к кошельку, а не к куртке, например? — Куртку можно снять и оставить дома. А кошелёк человек всегда стаскает с собой, — ровно говорит посетитель. И вздохнул, оставляет в сторону нетронутой кофе. С таким лицом, будто в чашке как минимум стряхнил. — Тебе нужен Сакджин? — Мне нужен Хосок. Всё просто. В итоге каждый получает то, что ему нужно. Того, кто ему нужен. Понятно, что твоё беспокойство и хлопоты будут оплачены. Хорошо оплачены. Переоборудуешь кухню, обновишь технику. Сакджину понравится. Хён Сану горло сдавливает от подкатывающей тошноты. Всё это пахнет очень дурно, но... Он растерянно смотрит на захлопнувшуюся за посетителем дверь. Вот гад. Он даже не спросил, согласен ли Хён Сан. Просто оставил на столе футляр и ушёл. Хён Сан неплохой. Он никогда не был плохим или подлым. Ему не так много в жизни нужно, но вот чтобы Сакджин в его жизни был, и был желательно каждый день, это нужно очень. Как пить или дышать. Говорят, человек от голода или жажды способен на любое преступление, лишь бы напиться или съесть хоть что-нибудь. Хён Сану кажется, что он способен. Наверное, этот человек ушёл, даже не спросив, согласен ли Хён Сан, потому что всё увидел у Хён Сана во взгляде. Говорят, голод человека всегда можно увидеть по глазам. Хён Сана в голод, наверное, тоже не скроешь. Чён Гук, конечно, расстроен. Тэ заглядывает в его лицо, и сердце обрывается и ухает куда-то вниз к самым коленям. Он знает каждую морщинку в уголках глаз Гука и отмечает в каждом взмахе ресниц и в каждом складке сжимающихся губ приметы того, что мелкий бесится где-то там внутри, но сдерживается за всех сил, чтобы не показать этого и не расстроить Тэхёна. Это просто невыносимо. Просто невыносимо. — Да пойдём на факультет и всё, — сжимает Гук Тэхёнову ладонь и добавляет, дернувшись. — Не дёргайся! Тэхён сказал бы, кто тут дёргается, но Гук паркует машину на любимом месте, потяжело нависшей сосновой веткой, и вздыхает глубоко, тяжело и решительно. Тэхёну хочется в такие минуты спрятаться за него, такой он надёжный и, как скала, непоколебимый. И хочется думать, что защитить сможет. — Ты уверен, что тебе нужны все эти проблемы? Тэхён всё-таки замедляет шаг у самого выхода с парковки. Ночь он какого-то оборачивается и сурово сдвигает брови. — Мне нужен ты! — В этом я уверен точно. Почти шипит он. — Я в порядке. — Факультет встречает спокойно. Даже удивительно. Особенно, если учесть ажиотаж, накрывший университетский общий чат этой ночью. Но это видимое спокойствие дышит чем-то угрожающим, как волна, только что накрывшая город по самой маковке храмов, а теперь плавно и ласково отступающая. Она оставляет после себя блестящий под солнцем мокрый песок. Но сколько всего погребено и разрушено под этим песком и принесено мылом, ещё предстоит узнать. Первый сочувствующий взгляд Тэхён ловит у самого входа в аудиторию. Там им с Чунгуком приходится расстаться. У Чунгука тренировка в спортзале, а Тэхёну предстоит покорять острые пики английского вместе с Чимином. — Ты не отвечал на мои звонки, эй! Чимин бьёт Тэхёна по спине, и лицо у него такое обеспокоенное, что у Тэхёна комок подкатывает горло. — Ты читал чат? Тэхён молча доставит тетрадь и бросает её на стол. На звук мягкого шлепка оборачивается сидящий впереди хосок. — Какой чат? — Конечно. Тэхён читал чат. И о, какое счастье, что рядом есть хотя бы один человек, который его не читал. И даже, кажется, не знает о существовании такого чата. — Ты видел на улицу толпу школьниц с плакатами? Меняет тему разговора Тэхён. — Это по твою душеньку, Чиминин? — По нашу с Юнги, — фыркает в руках Чиминин. Ему следовало бы быть чуть более счастливым, чем он, кажется, есть. — Кстати, друзья, мы тут с Нам-Джоном, как бы это сказать. Однокурсники кидают в их сторону смешливые взгляды. Разве что пальцами не тычут. Но Тэхён пытается абстрагироваться. — Что? — Должны будем расстаться. — Почти шепчет Чиминин и утыкается носом в сложенные на столе руки. — Какие странные у меня сегодня слуховые галлюцинации. Вот Тэхёна злая улыбка и нервный румянец на щеках. Сначала я слышу, как Гуки, который не в порядке, врет мне о том, что все окей. А теперь еще и мой друг Чимин произносит слух слова, которые никогда не должен произносить. — Так считает агентство. Мы все обговорили, — шепчет Чиминин. — Это не по-настоящему. — Вы с Джоном? — Это по-настоящему. А все остальное не должно разрушать вас. Скажи ему, Хасок. Нервничает Тэхён. Он отправил Чунгуку уже два сообщения. Они пока даже не прочитаны. И Тэхён понимает, что Гуки, скорее всего, кинул телефон в раздевалке. А самка скачет по спортзалу, весь потный и взеерошенный. И эта картинка так живо представляется Тэхёну, что он резко краснеет и вздрагивает. Думаю, что не все так просто. Хасок очень хорошо знает, что такое медийная личность. И какие запреты на жизнь налагает этот статус, чтобы согласиться с Тэхёном? — Да что может быть проще? — скипает Тэхён. Уже и так весь будораженный, как закипающий чайник. Разве не видно, что между любовью и карьерой выбирать нужно любовь? И только это будет правильно. Чимин хлопает глазами. Его пугает такая бурная реакция Тэ. Но Хасок вдруг кладет руку на плечо Тэхёну. И говорит мягко-мягко. Словно убаюкивая его своим голосом с уютной хрипотцой. Словно успокаивая. — Выбирать нужно только в крайнем случае. Но если все делать правильно, то и выбирать не придется. — Да, Чиминьи? Думаю, ваш продюсер предложил вам именно такой вариант. Чимин кивает и тоже кладет руку на плечо Тэ. И в этот момент странный звук входящего уведомления квакает сразу во всех концах аудитории. — Упс! Мне какую-то ссылку прислали. Достает из кармана телефон Чимин. — И мне, — кивает Тэхён. — И, судя по оживлению, всем в аудитории тоже. Наглядывается на соседей Хасок. — Что там? Ссылка на официальный сайт вуза. Чимин пожимает плечами. — Интересно, зачем? А то мы его не знаем уже всего наизусть. Зачем становится понятно, когда знакомая приветственная видеозаставка появляется на экране. Горящая в самом верху ярко-красная надпись. — Почему сын ректора никогда не пойдет служить в армию? — Потому что он гей. — Бросается в глаза. Тэхён зажмуривается. — Скажите, что я этого не видел. — Просит он тихо. В аудитории гол голосов превышает приличные пределы и не стихает, даже когда преподаватель входит в аудиторию. — Они взломали официальный сайт, — качает головой Хасок. — Наверное, тебе лучше сейчас пойти к отцу, — поднимает взгляд Чимин. — Или лучше не ходить сейчас, как думаешь? — Кто еще оказался втянут в этот клубок садомитов? — Почему жертвами ректора и его аморального сынка, для которого, как и всей золотой молодежи, нет ничего святого, стали простые студенты университета, дети достойных родителей? Автор заметки, в которые ведет ядовитый красный баннер, не стесняется в своих предположениях, издабривает их патетикой, воззваниями, корейским историческим и культурным корнем. Читать это противно до тошноты. И Чимин откладывает телефон. — У отца могут быть неприятности, — бормочет Тихен, пробегая текст глазами. — У отца ведь могут быть неприятности. Этот ректор уже замечен в замалчивании геи-скандала. Позволить развращенным юношам очарнить доброе имя одного из лучших преподавателей вуза, обвинив в жутчайших преступлении против морали. Вот каков стиль руководства ректора Кима. И мы все были свидетелями этой безобразной истории, которую начал один из любимчиков ректора. Читает слух кто-то за соседним столом. Хосок оборачивается. Он не знает этого парня, но он догадывается, что речь идет о Джинни. И внутри все холодеет. — Бред какой-то! — восклицает парень. — Сколько заплатили этому писаке, чтобы он поднял с одну такую вонючую старую тину? — Спасибо, Кьён Су! — вздыхает Тэхён. — Кажется, мне нужно найти отца. Сообщения Чингука так и остаются непрочитанными. Хосок беспокоится за Джина. Дина нигде нет. И Хосок думает, что ему будет очень неприятно, когда он прочитает статью на сайте. Хосок надеется, что статью успеет удалить до того, как Сакджину пришлет ссылку. И он найдет свободное время, чтобы прочитать. Потому что Хосок, если честно, просто не умеет утешать людей. Всегда не умел. Всякий раз, когда рядом кто-то начинал плакать или расстраиваться, у Хосока появлялось острое желание забиться в угол и зажмуриться. Как тогда, когда Джулия билась в истерике, и Хосоку пришлось просить помощи у бабушки с дедушкой. У него немного трясутся руки, когда он набирает сообщение. «Ты где?» и отправляет контакту с Агджини Хён. В штабе приходит короткий ответ. И Хосок делает шаг нерешительно в сторону галереи. Телохранитель мамы, присматривающий за ним, напрягается и смотрит из-под лобья. Действия Хосока не совпадают с расписанием, и Джейкоба такие вещи всегда нервируют. Я... — оборачивается Хосок. — Мне нужно в туалет. Джейкоб кивает и смотрит в сторону ближайшей двери с характерной табличкой. — Мне нужно в другой... — внется Хосок. — Он не работает. Просто я там кое-что оставил и... Джейкоб переступает с ноги на ногу, выражая, готовно следовать за Хосоком, хоть на край света. Хосок вздыхает. — Джейкоб. — теребит он телохранителя за рукав, когда они преодолевают лестницу и выходят в пустынную галерею. — Как поддержать человека, если ему очень плохо? Морально, а? Огромный американец квадратной челюстью и высоким гладким лбом скашивает глаза на Хосока и молчит. — Конечно, на такие вопросы отвечать — это не его работа. Хосок понимает. Был бы здесь нам Джун. Но что-то Хосоку подсказывает, что нам Джуну сейчас и самому поддержка пригодилась. — Рядом! — вдруг произносят грубым голосом Джейкоб, и Хосок вздрагивает. Эхо его низкого голоса рикошетит от светлых стен. — Просто быть рядом. Это всегда пригодится. В одиночку переживать всегда тяжелее. Хосок смотрит на своего телохранителя, как на цветок, который внезапно расцвел, когда от него уже и не ждали. — Спасибо! — кивает он, легонько трогая его за рукав. Они доходят до двери штаба, и Хосок снова теребит плотную ткань пиджака. — Джейкоб, мне нужно войти туда одному. Джейкоб чуть сдрагивает уголками губ и опускает голову, словно пытаясь подавить улыбку. — Я должен посмотреть, — говорит он тихо, — и потом выйду. Хосок краснеет. Джейкоб приоткрывает дверь, и Хосок видит, как оборачивается к двери Джин, видит телохранителя за ним Хосока, и краснеет тоже. А потом дверь закрывается, и они остаются наедине. — Я курил! — выставляет ладошку вперед Джин, предупреждая, что поцелуи сейчас могут быть не из приятных. Но Хосок не слушает. Он льнет к Сок Джину всем телом, как гибкий тонкий стебель, упругий и красивый, цепляющийся и впаивающийся в каждый из Сок Джинов изгиб. И целует, убирая в себя горький и острый табачный запах, перемешанный сейчас с парфюмом Сок Джина, с его собственным вкусным домашним запахом, со вкусом кофе и чего-то ванильного. И все это — такая концентрированная смесь, что Хосок немного давится ею, пытаясь выпить глотками дыхание. И целует еще глубже, обнимая Сок Джин и закрепкую шею. И я курил, смеется Сок Джин, немного отстраняясь, чтобы вдохнуть воздуха и прижать к себе Хосока, обхватив своими цепкими длинными пальцами его за талию. И если ты сейчас скажешь, что ощущаешь себя облизывающим пепельницу, я пойму. Хосок смеется. Он так не скажет. Он коллекционирует вкусы Сок Джина, смакуя их на языке, и ему нравится распутывать их на нотки и полутона. — Ты видел ссылку? — хмурится Хосок, замечая телефон на подоконнике. — Видел. — Но еще не читал, вздыхает Джин. — Думаю, ничего хорошего я там не прочитаю. — Ты пришел, чтобы показать мне эту ссылку? — Нет. — качает головой Хосок. — Я пришел, чтобы быть рядом, когда ты это прочитаешь. — Ты видел-то, Джин? Волнение жены просачивается сквозь трубку телефона. — Айли, не принимай близко к сердцу. У ректора Кима уставший голос. И жена, конечно, может услышать в его словах отголоски беспокойства. Но он же ни за что не признается. Мы уже ищем, кто взломал сайт. Уже восстановили все и убрали эту статью. Но кто-то побаловался, бывает. — Да и Хен не заходил к тебе? — жена вздыхает. Она слишком взбудоражена, чтобы реагировать на увещевание мужа. — Нет. Но я их видел с Чунгуком на парковке. — Думаю, у этих двоих все в порядке, — смеется ректор. — Кужин у меня не жди. Я в министерстве сейчас и, наверное, задержусь. — Зачем? — Волнение накатывает на Айли новой волной. — Милая, я ректор университета. Я в этом министерстве бываю по работе минимум дважды в неделю. Ну, перестань, я прошу тебя. — Ректор Ким? Секретарь в приемной, замминистра поднимает глаза от компьютера. — Вас приглашают войти. — Пока, Айли. Теджин жмет отбой и улыбается секретарю. — Ну, вы так и не сказали, по какому вопросу меня пригласил заместитель Ли. — Ай, я и не знаю, — пожимает плечами секретарь. — Сказал что-то очень срочное. И еще сказал все подготовить для передачи дел. Ректор Ким меняется в лице так, что секретарь пугается и решается, что, кажется, сболтнул лишнего. — Я, может, неправильно понял, не знаю, не знаю. Проходите, проходите, пожалуйста. Сердце ректора Кима вдруг начинает колотиться так, что сердцебиение и болью отдаются в горле. Неужели? — А, а ректор Ким? Замминистра Ли сидит за столом, развалившись. Рядом на столе недопитый кофе в чашке из тонкого белого фарфора. Ректор Ким недолюбливал замминистра, точно волоснящегося чиновника въедливого и ехидного, но никогда не думал, что от него стоит ждать неприятностей. — Наслышан о ваших новостях в университете и в семье. Поздравляю! Ухмыляется Ли. — Эмма, спасибо. Ректор Ким смотрит в его сузившиеся глаза и отмечает в них такой опасный и острый, как лезвие, блеск. — Каждому отцу хочется, чтобы его дети были счастливы, — продолжает замминистра Ли. — Правда, дети иной раз выбирают для своего счастья слишком уж неожиданные пути, согласитесь? Ректор Ким молчит настороженно, пытаясь угадать, к чему ведет этот скользкий человек. — Но вы ведь не станете осуждать своего сына за его выбор, ректор Ким. — Уточняет Ли, чуть нахмуривая свои густые и кустистые брови. — Не в моих правилах, — склоняет голову к плечу ректор Ким. — Это его жизнь и его выбор. Так подсказывает мне сердце отца. Заместитель Ли откидывается на спинку кресла и вздыхает. — Вы любящий отец, ректор Ким. И для вашей семьи это, безусловно, большая удача. Он улыбается во все щеки, и сектор ректора Кима сжимается от нехорошего предчувствия. — Но, боюсь, для великого народа Кореи это скорее прискорбное истечение обстоятельств. Вдруг хлопает ладонью по столу Ли. Великий корейский народ на протяжении нескольких десятков лет своим неустанным трудом отвоевал будущее для своих детей у голода, холода и нищеты. И какие бы лишения и трудности не выпали на долю наших предков, никогда не поступались они принципами морали и основными культурными ценностями своего народа, коим относится институт семьи и брака, создание счастливого будущего нации за счет стабильного демографического прироста и плодотворная жизнь, направленная на создание цивилизации, базирующая на нравственности и взаимоуважении. С каждой новой фразой тон голоса замминистра Ли повышается. И к концу своего монолога он уже переходит на такую тошнотворную патетику, что ректор Ким, какой бы ни была оглушающая ситуация, вынужден кашлянуть сжатый кулак, чтобы скрыть смешок. Этот маленький человек с кустистыми бровями не постеснялся бы, наверное, скарабкаться на стул, чтобы возвыситься над собеседником максимально. «Смеем ли мы?» — взывает он новым витке пафосного фальцета и поднимает вверх палец, который, наверное, представляется ему перстом указующим. А на деле представляет собой красный мясистый обрубок с половину сардельки, да еще украшенный заусенцами. «Имеем ли мы право оставить во главе крупнейшего легендарного университета Кореи, готового поступиться догматами национальной культуры ради эфемерного счастья своего заблудшего сына?» Ректору Киму уже настолько смешно, что просто хочется плакать, но он понимает, что этот блестящий монолог ему придется дослушать до конца, поэтому разминает затекшую шею и склоняет голову на другой бок. «Нет, увы!» — выдыхает заместитель Ли. «Конечно, не имеем!» Ректор Ким поднимает голову и задает вопрос строго в лоб, не давая оратору толком отдышаться. «Вы лишаете меня должности ректора?» «Увы, мой друг!» — вздыхает Ли. «Я вынужден это сделать ради блага государства, ради счастья всего корейского народа. Ради будущего нации!» Ректор Ким поворачивается на каблуках и выходит из кабинета, не закрывая двери. Чунгук входит в раздевалку при спортзале, и все присутствующие его, как по команде, надевают на лица медицинские белые маски. Чунгук оборачивается. Он улыбается, пытаясь распознать подвох в том, что происходит, но взгляды у всех насмешливые. И самый насмешливый у мелкого и вертлявого Чена из параллели. «В чем дело?» Уточняет Чунгук, снимая толстовку и натягивая тренировочную футболку. «Да вот!» — разводит руками Чен. «У нас эпидемия в универе, и я думал, ты знаешь, пандемия даже». «Серьезно?» Чунгук и его ехидный тон совсем не нравятся. Но раз ребята решили играть, то он подыграет им запросто. «Ага!» Педики размножаются со скоростью звука, — выпаливает Чен. И все ржут, дружно и заливисто. Словно этих слов только и ждали. «Опасаемся!» «А вдруг педерастия воздушно-капельным путем передается?» «Тебе дать маску, Гуки? Хотя тебе, кажется, уже и не нужно». «Точно, Чен!» — ухмыляется Чунгук ехидно и захлопывает дверцу шкафчика. «Мне не нужно. Главное, что у меня к таким долбоебам, как ты, иммунитет. А остальных эпидемий я не боюсь». «Ты назвал моего друга долбоебом!» — остается с камьи высокий креп Сюхун. «Никто не может оскорблять моего, а уж тем более вонючий пидор, сующий свой вонючий член в чье-то вонючее очко». «Расскажи-ка нам, Гуки!» — прячется за спину своего друга Чен. «Кто из вас кого трахает?» «Ты ректорского сынка или наоборот?» «Насколько громко стонет Ким Тэхён, когда ты всаживаешь в его зад свой шомпол Чан». «Вот ты нам и продемонстрируй!» Ручит Чунгук и всаживает кулак в челюсть Чена первым. «Секретарь Кан, быстро протокол ученого совета мне на стол!» «Говорит ректор Ким, бегая в собственную приемную. По строительству нового крыла все документы принесите и по студенту Ким Сак-Джину. Сегодня вам придется задержаться и закончить все текущие дела. Программа по лингвистам у вас?» Секретарь не успевает кивать или отрицательно мотать головой, не говоря уже о том, чтобы отвечать на вопросы, которыми выстреливает ректор, как из пулеметной очереди. «Так, ректор и сам понимает, что ведет себя пугающе. Давайте еще раз, но более спокойно. Возьмите папку по строительству и сегодня доделайте всю документацию, чтобы деньги пошли и их нельзя было отозвать. Созвонитесь с финансистами, посоветуйтесь как лучше, но сначала пригласите сюда декана социального. И, впрочем, Ким Сак-Джину я сам позвоню». «Студент Ким Сак-Джин ждет вас, может, рукой секретарь улыбается». «Этот мальчишка работает всего пару дней, но он смышленый и хватает на лету, так что ректору даже жаль будет оставлять такого толкового подчиненного». На низеньком диванчике у самого окна действительно сидит Ким Сак-Джин. «Ректор Ним, он скакивает, кланяется. Я принес, как вы сказали, что нужно принести справку, что мы с Джинхо живем одни, и вот я принес». Ректор хватает Сак-Джина за рукав и затаскивает в кабинет. «Слушай», — говорит он перепуганному Джину, когда за ним закрывается дверь. «У нас с тобой времени до конца суток. За это время нужно почистить все твои хвосты и документально восстановить тебя на учебе. Готов?» Сак-Джин бледнеет. Бормочет, что ему нужно что-то придумать. Джинхо нужно забрать из садика, но в этот момент дверь открывается, и входит перепуганный декан. «Ван Хэ». Ректор Ким оборачивается к нему, но на его лице такая бездна усталости, смотрит из глубины черных глаз, что декан беспомощно садится на стул у двери и сцепляет руки в замок на животе. «Декан Им, мы должны с тобой сделать для Сак-Джина все, то можем, до полуночи. А что случится потом?» хмуро уточняет Сак-Джин. «Да, к чему такая спешка?» Декан Им с удивлением рассматривает кипу папок, которые секретарь заносит в кабинет и кладет на стул ректора. «Что будет после полуночи? Карета Сак-Джини превратится в тыкву? А после полуночи у вас может быть уже другой ректор. Вздыхает ректор Ким. Господин Хан, я звоню сообщить вам, что ваша просьба может быть выполнена уже завтра. Замминистр Ли смеется в трубку и мнет в пепельнице окурок дорогой сигареты. Да, сделал все, что мог. Ну, сами понимаете, это не камень с дороги свернуть, а человека. Впрочем, не по телефону. О размере вашей благодарности, да, хотел посоветоваться с вами. У меня есть еще три заинтересованных лица, которым я, как человек порядочный, также должен буду сообщить об открывающейся вакансии. Надо сказать, они все крайне благодарные люди. И только моя искренная привязанность к вам не дает мне поставить их имена в моем личном рейтинге выше вашего. Вы понимаете меня? Что-то внутри меня дает мне основание думать, что я не буду разочарован размером вашей благодарности, потому что ваши конкуренты на данный момент свои благодарности превосходят вашу... три раза. Ни в коем случае. Конечно, ведь мы друзья. Жду вашего звонка. Уважаемый господин хан. Ну что вы, какой отдых? На страже интересов государства мы не можем позволить себе такой роскоши, как отдых. Господин Сон. Здравствуйте. Что-то давно не было вас слышно. Тот вопрос, который мы обсуждали с вами за ужином в Ханде, все еще интересует вас? Да, как раз сейчас. Представила счастливая возможность. Да, безусловно. Вы мой номер один. Однако, появилось еще несколько желающих на эту должность. И я бы не упоминала о них, если бы не их настойчивая благодарность, размеры которой превосходят вашу... в пять раз. Ой, именно это я и хотела услышать, профессор Сон. Конечно, сейчас же оповещу ваших конкурентов о том, что вы не намерены экономить на собственной карьере. Слова мудрого, зрелого человека, профессор Сон. Господин Хван, здравствуйте. Если вас еще интересует... И снова вы на самом крутом канале Южной Кореи, на МБЦ. Мы держим вас в курсе всех новостей культуры и не могли обойти это новое явление на небосводе корейской культуры. Дуэт Юн Мины. Нам Джун отставляет в сторону пустую банку пива к батарее из семи таких же и настороженно тянется за пультом, добавляя звук. Он видит на экране Чимина, невыносимо красивого и кажется чем-то дико расстроенного, а потом видит рядом Юнги с этим его обычным покерфейсом, и от этого нам Джону почему-то душно и крайне раздражительно. Итак, Пак Чимина Мин Юнги. Не думаю, что вас нужно представлять нашим зрителям. Разве есть в Корее хоть кто-то, кто не слышал о вас? Продюсер Квон, расскажите о вашем новом проекте. Нам Джун видит на экране расслабленное и немного надменное лицо продюсера Квона. Слушает, как он рассказывает о проекте. Наблюдает, как немного сонно хлопает ресницами Чимин, у которого все не получается привыкнуть к вспышкам и прожекторам, бьющим в лицо. Смотрит на мрачного Мин Юнги. Нашим зрителям безумно интересно узнать, где вы нашли таких красавчиков и свободны ли их сердца. Квон Джи Йон говорит еще что-то, смеется развязно, похлопывает Юнги по плечу. Так, значит, ваши поклонницы еще могут побороться за ваше внимание? Мое сердце открыто для творчества. У Чимина немного трясется подбородок. Всегда трясется, когда он нервничает. Если не знать, то можно и не заметить. Нам Джун замечает всегда. Его сердце открыто для творчества и, конечно, для его многочисленных поклонниц. Кто знает, может быть та счастливица, которая станет счастьем для Пак Чимина на всю жизнь, сейчас находится у экрана своего телевизора и смотрит нашу программу. Счастливица смотрит, кивает нам Джона со злостью, отбрасывает пульт. Пульт предсказуемо рикошетит от спинки дивана и влипает в экран телевизора, оставляя глубокую трещину. Продолжение следует...